Плазматрон Максим говорит, освоил новый агрегат за пару дней. Обновить оборудование помогло правительство Хакасии. Завод уже не первый год получает гранты и субсидии с бюджета. Директор уже строит планы на следующую денежную поддержку. Приобрести линию сварной балки. В нее входит плазменно-резка металлоконструкции, линия сварки и линия оправки. Сегодня директор завода устроил экскурсию для двух министров, чтобы показать, правительственные деньги потрачены не зря. Сергей Новиков все внимательно рассматривал и удивлялся новинкам. Металл с этого завода идет на многие объекты в Хакасии. Например, на новый энергоблок ТЭЦ и первый республиканский сельхозрынок. Когда восстанавливалась Айнашушинская АГС, это как раз ключевые работы по восстановлению кровли. Каркас создания выполняла данная организация. Здесь делают не только каркасы зданий, но и водонапорные башни. Такими вальцами могут похвастаться далеко не все заводы в Хакасии. С помощью этого оборудования можно гнуть листы шириной до двух метров и делать вот такие огромные бочки. Кстати, это в Хакасии не останется. Ее заказали МЧС Никитувы для пожарных водоемов. Уезжает продукция даже в Красноярский край и Кемеровскую область. Но это пока. Чтобы раздвинуть горизонт, завод даже сварочную лабораторию организовал. Специалисты обучали полтора года. Теперь качество сварочных швов под постоянным контролем. На заводе есть даже гильотина, но несмотря на плохие ассоциации, режет она металл. Работа довольно опасная и непрофессионалу здесь делать нечего. Но вот мне доверили кнопку нажать. Понравилась сегодняшняя экскурсия министрам или нет, станет ясно, когда будут рассматриваться заявки на гранты и субсидии на следующий год. Кстати, в 2013-м правительственные миллионные субсидии получили еще пять предприятий. Но пока они и министров прогуляться по цехам не позвали. Мария Дудник, Светлана Панина, Новости, 7-й телеканал.